В Лабытнанге продолжается реализация экопроекта «Будущее Арктики», направленного на ликвидацию несанкционированных свалок. Напомним, он стартовал 23 июня. За три недели активистами уже выявлено два десятка участков, требующих внимания экологических добровольцев. О труде, незаметном и очень нужном, в следующем репортаже. Деревья и трава становятся невольными соучастниками человеческого преступления, скрывая горы мусора. Здесь, на участке, знакомом всем, кто ездил по объездной дороге, волонтеры находят не случайные фантики от конфет, которые принес ветер. Покрышки, доски, металл, колючая проволока. Все это приправлено мусором бытовым. Бутылки и жестяные банки – самые распространенные находки из этой категории. Здесь, как мы видим, можно сказать, одна большущая куча. Но если стоит отойти немножко влево, вправо, спуститься, за склоны деревьев обойти, здесь засыпано все, и я вам больше скажу, мы даже за сегодняшний день не уберем здесь на все 100%. Уборка этой территории началась еще в субботу. Метр за метром, мешок за мешком. Территория становилась чище. Однако масштаб этой загородной свалки действительно поражает. Впрочем, как и находки. Пакетики кошачьего корма, плюшевый мишка, лыжи. А что там скрыто под сухими уже ветками – и вовсе загадка. Люди, занятые на уборке, волонтеры разных профессий и возраста, не стремящиеся к пиару, объединенные одной идеей – сделать родной город чище. Я не люблю просто, когда грязно. Я увижу мусор, я наклонюсь и уберу. Для меня это нетрудно. Я люблю, когда было чисто, потому что наши дети так же все это видят. И они от нас же это хватают. Так же потом поступают, делают те же самые поступки. Поэтому лучше показывать правильно, как нужно делать. Как нужно делать, волонтеры проекта «Будущая Арктики» демонстрируют каждые выходные. И работы, к сожалению, хватит на все лето. Планируем мы уборку территории проводить до конца августа, каждые выходные, вне зависимости от погодных условий. И на сегодняшний день четкий план сформирован на ближайшие три недели точно. Поэтому, если у кого-то будут какие-то выявленные свалки, о которых мы еще не знаем, мы с радостью рассмотрим их в качестве возможных уборок нашими силами. А в этом случае без привлечения тяжелой техники было не обойтись. Благодаря помощи компании «Спецгазпроект» и «Автомиг» было вывезено две машины, собранного волонтерами мусора. Железо, пластик, пенопласт, резина – все это природа скрывала не один год. Но переработать это самостоятельно она не в силах. Мусор, оставленный когда-то одними людьми, убирают другие. Для того, чтобы дать шанс природе вдохнуть и расцвести новыми чистыми красками. Ольга Подковыркина, Эдуард Захаров, программа «Время местное». Субтитры создавал DimaTorzok